Добрый вечер, в эфире новости Осетии. В студии Валерия Козаева. Расскажем о главных новостях к этому часу. Очень важно сейчас объединиться в нашем обществе. Песни, посвященные героям и слова поддержки тем, кто сейчас на передовой. В преддверии Дня защитника Отечества во Владикавказе прошел праздничный концерт. Его организовал Народный фронт. Здание бесподобно красиво. Даже не ожидала, когда зашла, даже такая аура хорошая была с калидора. В станице Луковская Моздокского района после капремонта открылась амбулатория. За всю историю учреждений это первая масштабная реконструкция. Первые стопа пулевой стрельбе из пневматического оружия провели во Владикавказе. В Кавказе участие приняли больше 80 спортсменов до 17 лет включительно. В Северной Осетии создадут благоприятные условия для кинопроизводства. Республика стала 20-м регионом-участником проекта «Кино России». Больше пяти лет его реализует агентство стратегических инициатив и ассоциация продюсеров кино и телевидения при поддержке Минкульта России. Стороны в Москве подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Сергей Миняйло напомнил, что 20 апреля прошлого года президент Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Северной Осетии 100% акции Северкавказской студии кинохроники. Ранее она находилась в собственности Министерства культуры России и оказалась под угрозой банкротства из-за многочисленных долгов. Цель проекта «Кино России» – организовать благоприятные условия для съемок в регионах. В Северной Осетии создадут кинокомиссию, которая будет помогать теле- и кинокомпаниям подбирать локации, получать разрешение на съемки и привлекать местные кадры. Северной Осетии Министерство культуры Республики поручили активизировать работу по возрождению Северокавказской студии кинохроники. Речь о создании на базе киностудии центра креативных индустрий. Продолжают работу над концепцией, которую скоро представят на утверждение республиканского правительства. Особое внимание вопросам создания всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Момисон». Говорили о деталях развития дорожной инфраструктуры в мероприятиях по строительству и вводу в эксплуатацию внешней инженерной инфраструктуры на территории будущего курорта. Кроме того, Борис Джанаев отметил неудовлетворительное состояние муниципальных дорог, в частности Лагирского района. Руководитель Кабмина поручил главам муниципалитетов оперативно восстанавливать дорожное полотно. Сегодня мы обсудили много вопросов, которые требуют оперативного решения по всем направлениям. Я попрошу всех очень серьезно относиться к решению всех тех проблем, которые есть в ваших ведомствах, в районах. Мы занимаемся контрактацией объектов. Предстоит 160 объектов только строительства на территории республики, капитальный ремонт школ. Поэтому всех прошу подключиться к решению вопросов. Слава защитникам Отечества! В преддверии 23 февраля по таким лозунгам во Владикавказе прошел праздничный концерт. Любимые патриотические композиции в исполнении артистов эстрады и народных коллективов звучали со сцены, чтобы поднять боевой дух наших ребят. Еще раз напомнить о том, что дома о них помнят и очень ждут. Дана Малышева побывала на мероприятии и расскажет о нем подробнее. Песни звезд северо-осетинской эстрадой объединяют зрителей и поддерживают тех, кто участвует в спецоперации. Как и тогда, в далекие сороковые музыка воспевает любовь к родине, истории настоящих героев нашего времени и в современных произведениях. Помните, герои живы, люди помните, герои живы, люди помните. Почему песня «Помните»? Я не знаю, хотелось бы сказать за тех бойцов, которых сегодня уже с нами нет. Мы их всех будем помнить и песня будет посвящаться им. Слава защитникам Отечества, этот лозунг стал лейтмотивом концертов по всей России. И вот тут неважно, когда боец встал на охрану родины, заслуги ветеранов неоценимы, говорят школьники и студенты. Это та самая активная молодежь республики. Именно она поддерживает патриотическое воспитание. Люди заинтересованы в патриотизме своего народа, в своем народе. И думаю, нужно проводить такие мероприятия, чтобы дети к ним ходили и видели, что нужно делать. Нашим ребятам на передовой важно знать, что дома их помнят и ждут, говорят организаторы. Народный фронт уверен, нужна любая поддержка. Все, чтобы поднимать военным боевой дух там, где каждый день оглушает артиллерийская канонада. У нас в Осетии нет такого села, нет такой семьи, где бы или родственник, или член семьи, или знаком, или друг не участвовал в специальной военной операции. И очень важно сейчас объединиться нашему обществу, вместе встать на такую деятельность по оказанию помощи и семьям военнослужащих, и самим военнослужащим. Много говорили о специальной военной операции, тех самых особых условиях, в которых россиянам пришлось отмечать День защитника Отечества. Теперь у нашей страны на самом деле только два союзника – армия и флот. И надежды на мир. И пусть следующий праздник наступит в условиях мира. Желаю мира всем, желаю мира нашей замечательной родине, желаю мира нашей замечательной республике, каждой семье и каждой душе. Дана Малышева, Артур Гоглоев, Новости Осетии. Здание амбулатории в станице Луковская построили в конце 80-х и с тех пор не обновляли. После долгожданного капремонта медучреждение рассчитано на 100 посещений в смену. Своя лаборатория для анализов, прививочная, процедурная, стоматология. Все кабинеты получили современное оборудование для качественного оказания услуг. Анна Голобаева расскажет подробнее. Жители станицы Луковская с нетерпением ждали открытия амбулатории зданию десятки лет. И это первая масштабная реконструкция. Сейчас должно так быть, должно, прекрасно. Здание бесподобно красиво, даже не ожидала. Когда зашла, даже такая аура хорошая была с калидора. Только во двор зашел, потом сюда вообще очень хорошо. Молодцы те, которые это сделали. Спасибо нашему государству. Теперь в светлых, отремонтированных кабинетах современное оборудование и есть все для оказания квалифицированной медицинской помощи. Отдельная лаборатория для проверки анализов, прививочные, процедурные помещения. На втором этаже стоматология. Здесь тоже все по последнему слову техники. Вернулись домой с новыми силами, с новыми надеждами, очень довольны ремонтом. Здание было, конечно, в плачевном состоянии. А сейчас у нас просторные, красивые, светлые помещения, очень уютные. Амбулатория обслуживает многотысячное население, поэтому особый акцент на удобстве пациентов. Комфортная мебель, просторные коридоры, а для экономии времени завели электронную картотеку. Министр здравоохранения республики Сослан Теби высоко оценил проделанную работу. Амбулатория вошла в проект, национальный проект здравоохранения. На эти нужды было потрачено около 24 миллионов. Проведен капитальный ремонт, закуплено необходимое оборудование. Амбулатория рассчитана на 100 посещений. В этом году также планируется провести капитальный ремонт в амбулаториях селения Притеричное и Виноградное. Анна Голобаева, Хеток Гопоев, Новости Осетии. Делегация Московско-Осетинская община посетила город Лыткарина по приглашению его руководства. Он известен своими предприятиями оборонной отрасли. В составе делегации член Совета Федерации Тимурас Мамсуров, генерал-полковник Александр Ходов, председатель Совета Московско-Осетинской общины Лан Абаев, известный предприниматель Руслан Бестулов, общественный деятель Владимир Баруев. Наши земляки познакомились с работой градообразующего предприятия завода оптического стекла. В программе было посещение уникального городского центра конно-спортивной поджигитовки. Гости увидели интересную программу центра, побеседовали со спортсменами-джигитами. В отделе МВД России по пригородному району состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память об участнике Великой Отечественной войны и участковом уполномоченном Георгии Шавлохове. Мероприятие приурочено ко Дню Защитника Отечества и столетию со дня образования службы участковых уполномоченных полиции в МВД России. Организатор Республиканская МВД во главе с министром ведомства Андреем Сергеевым. На открытие пришли родные, друзья и коллеги Георгия Алексеевича. За храбрость и мужество, проявленные во время Великой Отечественной войны и самоотверженный труд в органах внутренних дел, Георгий Шавлохов удостоен многочисленных наград. Также не раз становился лучшим участковым уполномоченным МВД СССР. За высокие показатели служебной деятельности при жизни занесен в Книгу почета МВД СССР. «Отдаем дань памяти, уважения, благодарности таким людям, как Георгий Шавлохов. Жизненный путь его, он отождествим с теми событиями, которые были в жизни нашей страны. Это война, горе, потери, победа, которые пришли мы над фашизмом». «Он прослужил в этом отделе более 20 лет и был участковым уполномоченным полиции именно. Так как я эту службу возглавляю, министром нашим генерал-лейтенантом Сергеевым Андреем Федоровичем была поддержана эта и наша инициатива, и полностью он оказал нам всю помощь. И мы открыли эту мемориальную доску нашему ветерану Великой Отечественной войны в первую очередь, а также службу участковых уполномоченных полиции». «Единая Россия» поздравила ветеранов с наступающим днем защитника Отечества. Тем, кто делал все возможное для победы над нацистами, вручили подарки и еще раз лично сказали спасибо. «Единороссы» навестили 88-летнего Александра Черкасова. В 41-м тогда еще 7-летний мальчик подорвался на мине. Год лежал в больнице, но остался инвалидом. Поздравление принимал Изим Батхайманов. Его война настигла в 5 лет. На фронте погиб отец. Партия посетит каждого героя. Всего в Северной Осетии живет 47 ветеранов. «Вам большое спасибо, что не забываете, что вспоминаете нас. Тоже, ну, как вам сказать, мы не такие подчетные, чтобы к нам определяли такое внимание. Спасибо большое». «В первую очередь хотелось бы поздравить всех защитников Афричества с настоящим наступающим праздником. Это всех ветеранов, всех людей, которые исполняли интернациональный долг за пределами нашей страны. И в настоящее время те ребята, которые находятся в зоне СВО и защищают нашу Родину, стоят на защите рубежей ее». А в СОГУ состоялся премьерный показ фильма «Искусство победы» маршал Баграмян, режиссеров Вага Варданяна и Олега Масарыгина. Дважды герой и маршал Советского Союза. Выдающийся полководец Иван Баграмян во время Великой Отечественной войны командовал войсками 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. Участвовал в наиболее значимых операциях. Фильм снят при поддержке фонда «Наследие и прогресс». На показе присутствовали студенты и преподаватели исторического факультета СУГУ, представители Министерства по национальной политике и внешним связям, Национально-культурного общества «Эрибуни», Совета ветеранов республики. Примеры картины – результат сотрудничества СУГУ и Российско-Армянского университета. В рамках проекта, который был реализован буквально осенью, в котором участвовал и наш университет, как региональная площадка Русского географического общества, Российского исторического общества. У нас была такая поездка в Армению, в Ереван, где мы еще раз подтвердили наше сотрудничество с Российско-Армянским славянским университетом. Подписан был договор с Институтом древних рукописей Матына-Даран. И сегодняшняя встреча – это продолжение наших дружеских, творческих и профессиональных контактов с коллегами. В РКБ прошли пожарно-тактические учения МЧС. По легенде, возгорание произошло на третьем этаже больницы. Огонь охватил два кабинета общей площадью 50 квадратных метров. На месте специалисты приступили к тушению возгорания и эвакуации персонала и пациентов. Благодаря слаженным и профессиональным действиям эвакуировали больше 130 человек. От смерти спасли троих. Помимо сотрудников МЧС в учениях принимали участие специалисты Единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций. Всего было задействовано порядка 100 человек и 20 единиц спецтехники. Возгорание удалось ликвидировать в считанные минуты. Все цели и задачи были выполнены. По легенде, у нас произошел пожар на третьем этаже. Горело два кабинета 50 квадратных метров. Было, получается, эвакуировано больше 130 человек. Спасено трое. Три человека были спасены. Первый – это звеном ГЗДС. Второй человек был спасен с помощью автолестницы. И третий – это КСУ. Комендирно спасено спасение. Спортсмены из разных регионов Северного Кавказа выясняли, кто самый меткий. Во Владикавказе провели первенство по пулевой стрельбе из пневматического пистолета и винтовки. По итогам соревнований сформируют сборную, которая представит республику на всероссийском этапе. Алана Томаева продолжит тему. У каждого спортсмена 40 минут. За это время нужно попасть точно в мишень максимальное количество раз. Нельзя отвлекаться. Главное – самообладание и выдержка. Пулевая стрельба развивает глазомер, координацию движений и пространственное мышление. Соревнования – лучший способ продемонстрировать навыки. В мишени стреляем. Пять выстрелов в мишень. Считается суммарно. Всего 30 выстрелов первой категории сейчас. Потом 40 будет. Суммарно считается, у кого больше было, кто-то выиграл. В открытом первенстве по пулевой стрельбе участвуют больше 80 спортсменов до 17 лет, включительно из разных регионов СКФО. Это соревнование входит в единый календарный план республики. Стреляют из пневматического оружия – винтовка и пистолет. Данные соревнования являются отборочными для участия во всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе в городе Краснодар, где примут участие и спортсмены из зарубежных стран. Сейчас идут отборочные соревнования. Кто попадет, плюс еще будут контрольные стрельбы – это те дети, которые отберутся. Всероссийские соревнования пройдут в марте и соберут на своей площадке сотни спортсменов. Нашу республику представят порядка 25 стрелков. Алана Томаева, Артур Гоглоев. Новости о Сетине. В Доме кино состоялась премьера документального фильма «Ангелина Бетарова» и «Бигел Света». Картина о брейк-танцовщице Светлане Абкаровой. Действие проходит во Владикавказе, куда 13-летняя девочка, любящая уличные танцы, переехала из Греции. Нашла единомышленников и влилась в команду исполнителей брейка. Свету поддержала и мама. Так, пройдя многочисленные батлы, стала лучшей в республике и одной из лучших в стране. Девушка входит в топ-8 танцоров этого стиля в России. Ангелина Бетарова узнала о ней, работая над фильмом «Хип-хоп. Осетия». Сразу решила сделать героиней свои следующие ленты. Говорит, увидела в ней себя. Девушка бьется за свое увлечение, старается и доказывать, что может сделать лучше. Работа над фильмом началась в июне. Мы сделали несколько съемочных дней на работе у Светы, в ее зале, где она тренировала деток. И сделали отдельный такой джем танцевальный, куда она позвала со своей командой ребят. И они танцевали под мостом. И это был такой камбэк из прошлого. Они все сплотились заново. Это как-то тоже сработало, мне кажется, для фильма. Очень классно. Получился такой идейный проект. И ребята помогли снять его. Это Георгий Кукоев, Батербек Макиев, Лия Букулова делала дизайн названия. Все остальное я сделала сама. Это необычно, когда о твоей истории хотят снять документальный фильм. И это ценно. Значит, я могу чем-то вдохновить. Я чувствую и вижу, что есть куда стремиться. И работы на самом деле очень-очень-очень много. Мне хочется полностью раскрыть свой творческий танцевальный потенциал. И начать выезжать за границу. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!